С именем Аллаха, милостиво, милосердного хвала Аллаха, Господу миров, мир и благословение Аллаха, нашему пророку, его семейству и сподвижникам. Давайте поговорим, мои дорогие братья, мои дорогие братья, давайте вспомним в эти минуты некоторые события нашего времени, а именно фитны, от которых предостерегал наш Господь Святой Невозвышен и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Как известно, мы находимся в преддверии больших признаков конца света, о которых разъяснил нам Аллах, Святой Невозвышен и его посланник, саллиллаху алейхи вассалям, некоторые из которых уже произошли, если не все, то большинство. Что касается больших признаков конца света, то мы расскажем некоторые хадисы, которые переданы от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И из этих хадисов, хадис Ибн Умара, приводимый в сборнике мусульман, в котором посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине, это ваша община, община, находящаяся под милосердием Аллаха». Аллах наделил этим умму в начале, а в конце ее постигнут беды и события, которые вы будете отрицать. Затем придут фитны, одна тяжелее другой, и некоторые из них уже были просим у Аллаха мира и благополучия. Придет фитна, которая будет тяжелее предыдущей, и тогда скажет у веровавшей, «Это моя гибель, это моя гибель». Поэтому только носители веры могут понять это. А что касается простых людей, то они не в силах различить это. И когда сегодня мы предостерегаем людей от фитны женщин, большинство людей говорят, «Почему вы предостерегаете людей от женщин?» Искушение женщинами – это естественное явление, обычное. Не затрудняйте легкое. Нет, женское фитна – это не обычное фитна. Истинно верующие рабы знают опасность этого. О чем Аллах сказал в своей книге, «Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили». Они являются истинно верующими. И верующие только знают это и различают, что является фитной, а что нет. А затем придет очередная фитна, которая будет тяжелее предыдущей, и верующий будет говорить, «Это моя гибель, это моя гибель». А затем она закончится. Затем придет еще одна, и тогда верующий скажет, «Вот это точно моя гибель». И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, нам разъяснил спасение от этих фитн, и сказал, «Кто пожелает, чтобы его отдалили от огня ада и ввели в рай, пускай ожидает смерти, будучи верующим». И поэтому, братья, спасение от фитны – это стойкость на религии Аллаха, могущественного и великого. Это стойкость на религии Аллаха, могущественного и великого. Как нам описал это Аллах в Коране, упоминая Ибрагима, «Ибрагим и Якуб заповедовали это своим сыновьям». Якуб сказал, «О, сыновья мои, Аллах избрал для вас религию, и умирайте не иначе, как будучи мусульманами». То есть Аллах призывает, чтобы они были стойки в подчинении Аллаху. «Поклоняйтесь Аллаху днем и ночью, тайно и открыто». И смысл, ради которого Аллах сотворил нас, заключается в словах, «Я создал джиннов и людей только для поклонения мне». И в словах, «Умирайте не иначе, как будучи мусульманами», как об этом сказал Аллах Всевышний. «Пусть не приходит к нему смерть, кроме как она найдет его верующим в Аллаха и истинность судного дня». И это является первой причиной спасения. Вторая причина избавления от фитны – это приходить к верующим с тем, с чем желал, чтобы приходили к тебе. «И самое благое, что ты можешь пожелать, о мой благородный брат и благородная сестра, желать своим братьям прямого пути, желать наставление на прямой путь ислама, на правильное понимание ислама. Если ты желаешь людям прямого пути, то ты их будешь призывать, призывать повсюду». Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, передаваемом от Абу Гурейры в двух достоверных сборниках. И это также уже произошло. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, время станет близким. И это сближение времени уже случилось, как об этом сказали некоторые ученые. Из приближения времени то, что весь мир станет подобно одной деревне. И это практически случилось. Мы можем связаться с Западом и Востоком посредством всяких приложений, подобно Скайпу и Мессенджеру, которые вдоль минуты передают сообщение, будто вы сидите в одной комнате. Также, братья, есть признаков, что знания на земле станут уменьшаться. Некоторые люди говорят, напротив, знания распространены везде. Нет, конечно. Хадис имеет в виду знания ислама. И в действительности мы это видим сейчас. Знания стало очень мало. Сколько тех, кто сидит в научных кругах, кто посещает исламские курсы, сколько тех, кто читает книги ученых ислама. И даже те, кто относит себя к знаниям, они едва ли заканчивают один том книги за два месяца. Также посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «В сердца бросится жадность». И это тоже уже произошло. И сегодня, братья, мы очень сильно полюбили этот мир. Как сказал Аллах, «И страстно любите богатство». Клянусь Аллахом, братья, сегодня любовь к деньгам приобрела исключительный характер. Мало кто жертвует. Мало кто обходится с гостем гостеприимно. Конечно, за исключением тех, над кем смилостивился Аллах. И как же их мало. Так же, как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, «Будет много смертей». И сподвижники спросили, «Что же это?» И тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Это убийство». И посмотрите сегодня, о братья, на разных каналах, каждый день и даже в каждый час показывают это. Десятки смертей, иногда сотни и тысячи убийств. В разных концах света. И это то, что предвещал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И Аллах, свят он и возвышен, сказал, «Мы испытаем вас посредством доброй и злой смуты». И верующий будет подвергаться испытаниям посредством зла и добра, и из этой смуты, от которой у нас предостерегал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то, что произошло сегодня. Это фит на женщин. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине, эта дуня сладкая и приятная». И Аллах сделал вас наместниками в ней, чтобы посмотреть, как вы будете поступать. Бойтесь же этого мира. И под миром здесь подразумевается все, что есть в нем порочное. И бойтесь, женщин, поистине, первые искушения сынов Израилевых были женщины. И поэтому сегодня происходит борьба. Борьба с исламом, со стороны неверных и их прихвостней из числа лицемеров, которая направлена в том числе и на женщин. Они пытаются вытащить женщин из домов всевозможными способами, работая днем и ночью, расходуют имущество, чтобы вывезти из дома мусульманку. Почему? Потому что знают, что если женщину вытащат из дома, разврат гарантирован. И нечестие распространится. Поистине, искушением сынов Израилевых было в женщинах. И сыны Израилевы – это иудеи. Это те, на кого упал гнев Аллаха. По причине того, что они вывели своих женщин. И поэтому и сказано, бойтесь этого мира и бойтесь женщин. Поистине, сыны Израилевы подверглись фитне женщин. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, также сказал, «Я не оставил после себя большего искушения, которое навредило бы мужчинам, чем женщины». Их искушение очень велико. И поэтому Аллах сказал, «Скажи верующим, пусть притупляет свои взоры и уберегает свои органы». Притупляет взоры и оберегает свои органы. И поэтому, когда Али, рады Аллаху анху, спросил о взоре, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «О, Али, не провожай взгляд другим взглядом. Ты, может, посмотришь первый раз, но не смотри во второй». Также из той фитны, от которой нас предостерегал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и это также то, что мы видим сегодня, это любовь к неверующим. Это большая фитна. Мы видим сегодня, братья, как наши дети болеют за какие-то клубы Любят каких-то игроков Из стран, которые сражаются с мусульманами Будет это Франция или другие Которые воюют с исламом везде И в то же время ты находишь, что наши дети их безгранично любят Аллах сказал О те, которые уверовали Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями Поскольку они помогают друг другу Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями То он сам является одним из них Воистину Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей Аллах также говорит в конце Суры Анфаль Неверующие являются помощниками и друзьями друг другу И если вы не будете поступать таким образом То на земле возникнут смуты и великое беззаконие И та смута, которую мы видим сегодня А это великое бесчинство Причиной этому послужила любовь и помощь неверующим К великому сожалению В то время как наша самая крепкая рука этой веры Это любовь и ненависть ради Аллаха Аллах сказал Прекрасным примером для вас были Ибрагим и те, кто был с ним Они сказали своему народу Мы отрекаемся от вас Ибрагим говорит своему отцу Я отрекаюсь от тебя И другие же отрекаются от своих отцов и братьев Говоря Мы отрекаемся от вас И от того, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха Мы отрекаемся от вас И между нами и вами установилась вражда и ненависть навеки Не до 1434 года Нет, навеки Пока вы не уверуете в одного Аллаха Пока вы остаетесь неверующими То между нами и вами установлена вражда И это не значит, что не надо их призывать Нет, напротив Мы призываем их к исламу И улыбаемся им Но это не должно выражаться в любви к ним Некоторые наши дети носят на груди французский флаг О мой брат Мусульман в Бирме убивают А ты на груди носишь этот флаг Либо имя какого-то игрока И это порицаемое дело Также смута, от которой предостерегал Аллах Свят Он И возвышен в своей книге Соблазн имущества и детей Аллах говорит О те, которые уверовали Пусть ваше имущество и ваши дети Не отвлекают вас от поминания Аллаха Сегодня же, к великому сожалению Нашей основной заботой стали имущество и дети С утра и до самого вечера Мы живем ради денег и детей О те, которые уверовали Пусть ваше имущество и ваши дети Не отвлекают вас от поминания Аллаха А те, которые поступают таким образом Окажутся потерпевшими убыток Клянусь Аллахом, братья Некоторые из нас Будто в них собрались все качества лицемеров Сегодня нас удерживает наше имущество и семьи Сегодня нас удерживает наше имущество и семьи От помощи этой религии Всевышнего Удерживает имущество и семьи От призыва к Аллаху Свят Он и Возвышен И спасение от этого заключается в трех вещах И на этом я закончу Первое, это постоянное чтение книги Аллаха Аллах сказал, неверующие сказали Почему Коран не ниспослан ему целиком за один раз Мы поступили так, чтобы укрепить им твое сердце И разъяснили его самым прекрасным образом Второй, призыв к Аллаху Свят Он и Возвышен Аллах сказал Пусть среди вас будет группа людей Которые будут призывать к добру Повелевать одобряемое И запрещать предосудительное Именно они окажутся преуспевшими И третье, размышления над историями посланников Над тем, как они были стойки на пути Аллаха во время испытаний Как они проявляли исключительное терпение Аллах сказал Мы рассказываем тебе повествования о посланниках Для того, чтобы укрепить ими твое сердце В этой суре к тебе явилась истина Увещевание и напоминание для верующих Я прошу Аллаха, чтобы Он дал мне и вам стойкость Подчинение Ему И уберег меня и вас ответные искушения Очевидного и скрытого Аллаху ведомо лучше Мир и милость нашему пророку и его семье С подвижником Саламу Алейкум Рахмату Аллахи В Баракату Продолжение следует... Продолжение следует...